Что у нас происходит по ремонту участка на М2 Крым, там где подрядчик господин Тарасов? Нет, давайте, ну чем мы здесь? Небольшой, без вставания. Этого участка в эксплуатацию, это ноябрь месяц 2013 года. Сейчас укладывается там только выравнивающий слой, там еще будет верхний слой. Верхний слой мы начинаем через две недели укладывать. То есть там еще не лежит верхний слой. То, что касается участка отсюда, стулы, там у нас произошла такая история, что в связи с обильными дождями в разделительную полосу пошла вода, мы вызывали науку. Сегодня сделали дренажи, вода до сих пор из насыпи идет, поэтому ждем стабилизации насыпи. И совместно с подрядчиком принято решение перекрывать еще одним дополнительным слоем сверх того проекта. То есть в таком виде мы сдавать не будем. То есть в любом случае мы будем перекрывать и срок сдачи не переносится. То есть как он у нас по графику идет, ноябрь месяц, так в ноябре мы будем сдавать этот участок полностью. И один, и второй. И уже с верхними слоями. Я понимаю так, что в любом случае какие-то мероприятия, не позволяющие повторное проникновение воды в полости под дорогу, нужно проводить? Именно эти дрены плюс 15 дополнительных колодцев устраиваются на разделительной полосы для отвода воды. То есть это все будет сделано в сдаче объекта, поэтому будем сдавать как это. Теперь 102 километр. Сейчас, секундочку. А как же так получилось? До этого вот столько лет заполнения полости не было воды? Ну, у нас и такого вообще-то лета я давно не помню, чтобы столько было осадков. Тут все совпало. Дело в том, что если бы это было через месяц после этих дождей, так вода бы уже сама собой сдренировала. А тут приходится делать дополнительные дренажи. То есть наложилось производство работы? Все в одно, да. И дождливое лето, и как бы эти плиты начали играть именно из-за этого. Ведь получилось как? Мы положили асфальт, он практически лежит идеально. Через 3-4-5 дней появляется волна. То есть не на свежем асфальте. На свежем он лежит, так сказать, все нормально. Через несколько дней появляется волна. Когда на руку вызвали, то как бы нам дали заключение, что вот эти плиты, они вот так играют. И в связи с этим получилась так называемая стиральная доска. Поэтому сейчас вот эта вот неровность, они во-первых будут фрезероваться, это первое. И второе, сверху будут перекрываться еще одним дополнительным слоем. Понятно. Теперь по Калуге. Тула Михайлов-Рязани. По стартовому плану. Калуга Тула Михайлов-Рязани. Значит, первому сентября мы обеспечим прямой ход. То есть дорога будет уже без объезда, которая сегодня существует. Почему? Потому что там тоже попались слабые грунты. И у нас более 50% там фактически не капитальный ремонт, а новое строительство. То есть мы вынуждены были выбирать полностью эту насыпь, разбирать и делать новую конструкцию. Значит, срок ввода в эксплуатацию сентябрь месяц, поэтому 30 сентября. Поэтому 1 сентября будет обеспечен сквозной простой проезд без объездов, а 30 сентября будем сдавать. Идем в графики, там все нормально. Для нас это политически еще важно. Дело в том, что вы знаете, у нас 14 октября в области будет в Калуге передача факела Олимпийского огня. И единственная дорога, которая основная, это вот та, где сейчас существует ремонт. Мы уже начали смотреть обводную дорогу туда. Так получается. 1 октября, Юрий Михайлович, будет сделана эта дорога, поэтому не надо никакие другие пути искать. И практически у нас по Тульской области она будет сделана вся. Более того, мы подходим сейчас к 102 километру. Это мост около метра Кэш. Значит, мы получили окна с 15 по 18 числа. Утром 1 час, с 9 до 10 утра. И вечером с 21 до 22. То есть 8 окон. С Москвой заключен договор, так сказать, оттуда приходит 500-тонный кран для монтажа этих баллов. Вылет очень большой над железной дорогой, вы знаете. Поэтому пришлось там страховаться, так сказать, вот такой кран в Москве брать. И вот за эти 8 окон мы поставим вот эти 14 пролетов, которые над железной дорогой. То есть всего там 21 пролет всего, но над железной дорогой 14. Вот за эти окна, то есть балки все на месте. С 15 по 18 число они будут стоять уже, я это к чему говорю, что августа, да. То есть даже вот этот факел мы пропустим, несмотря на то, что движение мы откроем только в ноябре. Но пробежать по нему мы пропустим, так сказать, на Тулу по прямой. То есть балки будут на месте. Там будет замонолично. Да, работы будут идти, но этот период прекратим. Все расчистим, пропустим факел и дальше продолжим работы. 30 ноября задача стоит такая, пустить уже движение по нему. А срок сдачи будет в декабре месяце. Там внизу кое-что надо будет заделать и подделать. Но это уже внизу движение пойдет. В этом году закроем, как и договаривались, откроем движение полностью. Как мы с вами договаривались, так сказать, несмотря на то, что финансирование у нас двух месяцев. Да, мы понимаем, да. То есть мы пускаем этот мост в этом году. А подрядчику средства отдадим уже, ну как с вами тогда и с губернатором разговаривали, в следующем году, там в январе, феврале мы их отдадим. Но мост будет запущен в этом году. И пока все, они идут с опережением. Вот сейчас даже, как бы нам, если бы эти окна были бы пораньше, мы бы уже, то есть на сегодняшний день роги, ригеля все готовы, опоры готовы. Просто ждем, вот теперь, ну 15-е после завтра. Для того, чтобы начать монтировать эти балки. Хорошо. Хорошо. Спасибо.